Здравствуйте! Как вы уже могли заметить, на канале слишком много видео про True Wireless наушники, и я понял, наконец-то, что нужно это исправлять. Поэтому вместо того, чтобы рассказывать про полноразмерные проводные наушники, стационарные усилители для наушников, я вам расскажу про True Wireless вкладыши. Ну, на самом деле, ТВС-вкладыши не так уже и много, поэтому мне было просто интересно, что они из себя сейчас представляют, и ClearArk это один из вариантов для того, чтобы поделиться с вами, рассказать, что можно найти из подобного сегмента. Причем именно как полноценные вкладыши, а не подобие AirPods. Таких, в общем-то, достаточно, но это не совсем то, не совсем аутентично. Поэтому сразу же пропускаем суперобложку, пропускаем коробку и переходим к кейсу, который изначально можно спутать с чехлом, потому что он выглядит как обычный чехол, но нет. Мы его открываем, и что мы здесь видим? У нас есть, естественно, сами наушники и также кабель, то есть здесь нет никаких разъемов. Мы кабель отматываем и подключаем его непосредственно в зарядку. Это очень специфическое решение, не совсем логичное, как мне кажется, но решили сделать так, поэтому чего уж тут. Это не самое удивительное, что есть в этих наушниках. При этом, как бы это странно ни было, но он достаточно тоненький, не сказать, что какой-то прям жирный кейс, но при этом наушники по своим размерам большие и очень большие. Как их надеть? Поначалу я вообще просто не понял, я мучился. После того, как я помучился, я снова помучился и потом уже понял, но не до конца. Поэтому мы сначала их продеваем сюда сквозь за ухо и потом их вставляем. Для моего уха они, к сожалению, не подходят, они не сидят так, как должны сидеть. Но здесь есть очень прикольная система, то, что есть шарнир и мы можем немножко отогнуть сами наушники. И теоретически, благодаря этому, они надеваются легче, надеваются проще. Но вот именно вставить их сюда, вот для моих ушей это больно. Поэтому слушал по 5 минут, вынимал, отдыхали уши и слушал снова. Но, в принципе, послушивать здесь особо-то и нечего, но это я уже спойлерю. Достаточно большие, опять достаточно, большие наушники по своим размерам из-за того, что здесь используется 16-миллиметровый динамический излучатель. Это достаточно большой размер для подобных устройств. И при этом время автономной работы не сказал бы, что маленькое, насколько я помню, до 5 часов. И даже с поддержкой кодека aptx. Естественно, ни о каком шумодаве здесь речи быть не может. И складывается такое чувство, что вроде как и динамики-то здесь хорошие. Ну, не сказать, что они плохие. Но есть проблемы с усилением. Потому что с поднятием громкости очень сильно меняется тональный баланс. Мы слушаем на минимальной громкости. У нас прям баса много, он такое что-то вот пытается там из себя выдать. При этом высокие частоты у нас вот очень сильно на заднем плане. Поднимаем громкость и у нас ситуация меняется. То есть вот они у нас низкие частоты, их становится меньше, высоких частот становится больше. И, соответственно, на высокой громкости у нас получается уже противоположная ситуация. И это очень сильно ощутимо с учетом того, что наушники стоят 450 белорусских рублей. А это явно дороже, чем 100 долларов. Естественно, хотелось бы какой-то стабильности в звучании. И за что любят наушники-вкладыши? В первую очередь за свою сцену. Потому что она широкая, она большая, прям вот масштабная такая. Ее прям руками не охватишь. Но здесь того нет. То есть почему-то так получилось, что они звучат как наушники с костной проводимостью. Вот какое-то звучание есть, оно вроде как и объемное, но понятие сцены вообще никак не выстраивается никаким образом. Поэтому это немного странно. И, в принципе, я все еще пытаюсь так на полный шаг говорить, на серьезный шаг говорить про качество звучания, про еще что-то. Все упирается в то, что у меня достаточно большие уши. Они не маленькие, такие нормальные, полноценные, взрослые, самостоятельные. Но в них не помещается. То есть они очень и очень большие. Я еще раз на всякий случай покажу. Не хочу долго с повернутой головой, потому что петличка находится здесь. Меня сразу же не слышно. Поэтому просто покажу молча. То есть упирается конкретно, упирается в ухо. И я это чувствую вот спустя секунды. Когда проходит несколько минут, это ощущение еще больше. Для людей, у которых ухо меньше, ну просто не вставят. Я смотрю на... Самой суперобложке есть девушка. У нее в ухе они находятся. И, знаете, выглядят очень так, даже компактненько. Нигде ничего не задевается, все удобно. Но, судя по всему, здесь использовалась моделька других наушников. Потому что по факту, ну блин, они реально больше. То есть, если бы это было бы в случае с реальными наушниками, реальным размером уха, то он бы здесь, ну вот так вот не помещался бы. В общем, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, к сожалению, не получилось сделать какое-то интересное видео про ТВ-складыши, как что-то классное. Но тоже рассказать стоит. Потому что я понимаю, что как-то и зацикливаюсь в том числе по каким-то брендам. Потому что это куча всякой китайщины. Это какие-то заезженные, там всем известные бренды Sennheiser, там BR Dynamic, Sony. А тут что-то новое. То есть, Clear Arc я вообще про это не слышал. Я даже до сих пор не понимаю, что здесь название бренда, что название модели. То есть, скорее всего, Clear это бренд, Arc это модель. Но даже какие-то награды есть. То есть, Decision Award 2022, они что-то взяли. Red Dot Winner. Ой, тут очень-очень много всяких у них наград. За что эти награды, не совсем понятно. Но они есть. Поэтому я это сообщил. И буду завершать. Потому что, ну, я понимаю, что оно мало информативное. Но смысл, смысл. Блин, мне когда-нибудь за мои видео от руководства, я напомню, мы магазин. Мы магазин, и я здесь вот это вот все говорю. Ну, надеюсь, что простят. Поэтому все, свое баловничество и впечатление завершаю. Опять же, если у вас большое ухо, возможно, вам они подойдут. По звучанию я, в общем-то, все необходимое сказал. То есть, какой-то сверх детальности о них тоже ждать не стоит. A5TX здесь никоим образом не спасает. Это наушники не про детальность. Я даже не совсем понимаю, для чего они по большей части предназначены. Возможно, какие-то прогулки, пробежки для того, чтобы слышать окружающих. Но с этим справляются и внутриканальные наушники, у которых есть режим проникновения внешних шумов. И это уже вполне популярная функция. И тем более в эту стоимость. Это прям стоимость топовых, шикарнейших ТВСов, в которых все будет хорошо. Ну и банально, те же AirPods, прекрасные конкуренты, которые звучат лучше, которые удобнее и не с вот этим вот огромнейшим кейсом. Поэтому все, я завершаю. Если вас они заинтересовали по какой-то причине, но я обязан это сказать, ну, может, и действительно чем-то интересно оказались, то ссылка в описании будет. Заходите, приобретайте. Я буду только рад. Ну, я в любом случае процента не получу, поэтому я буду рад тому, что, ну, вы нашли то, что вам нравится, и будете довольны. Ну, серьезно. Поэтому завершаю свое видео впечатление. Спасибо вам за просмотр. Желаю мира и здоровья. До скорых встреч.